Российский опыт печатания бумажных денег основывался на перенимании традиций других стран. Первые бумажные деньги появились еще в Китае в X веке. Затем этот опыт перешел в европейские страны, а позже и в Российскую империю, когда Екатерина II подписала манифест о введении ассигнаций, достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Необходимость денежной реформы объяснялась нехваткой серебра и тяжестью старых медных монет, когда перевести большую сумму можно было только на Телеге. Изначально все ассигнации, независимо от номинала, выглядели одинаково. Грамотные покупатели различали их по водяным знаком с государственными девизами. В то время находились и те, кто стирал пятерку и вписывал 25 или 50. Чтобы бороться с такими махинациями, в 1786 году ассигнации стали делать разного цвета, в зависимости от номинала. Пятирублевка стала синей, десятирублевка – красной, а ассигнация на 100 рублей – желтой. Это также облегчило жизни тем, кто не умел ни читать, не писать. Они ориентировались по цвету купюры. Традиция печатания цветных денег перешла и на дальнейшие их выпуски, дойдя до 20 века. Как и сейчас, так и тогда. Разрабатывается дизайн денежных купюр. Этот дизайн определяется… В настоящее время мы его рассматриваем общенародными рассмотрениями. Нам показывают образцы денег, какими они будут. Иногда проводятся обсуждения дизайна. Если мы говорим об исторических аспектах, то, конечно, вопрос о дизайне денег находился на самом верху. То есть личная императрица рассматривала те образцы, которые предлагались, и утверждала их. На данный момент в России активно используются как безналичные платежи, так и наличные деньги, банкноты и монеты. Купюры представлены номиналами от 5 до 5 тысяч рублей. Изображения, размещенные на них – одни из самых узнаваемых и символичных элементов финансовой системы. Исторические и культурные личности, научные и технические достижения, уникальные достопримечательности городов и архитектурные сооружения. Все это можно найти на российских рублях. Кристина Текина, Универновости.